МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Ольга Алексеева. О главных новостях прямо сейчас. Хранители традиций. Мастера народных художественных промыслов получили награды. Заработают ли фитнес-центры и бассейны? Чувашия готовится снимать очередные ограничения. Игры разума. В Чебоксарах открылась шахматная школа Сергея Корякина. Возможность открытия фитнес- и торговых центров, подготовку к новому учебному году и единому дню голосования обсудили сегодня на заседании оперативного штаба. В Чувашии последнюю неделю растет количество выздоровевших, темп прироста заболевших за сутки менее полпроцента, а коэффициент распространения единица. Стабильная обстановка и в тех районах, которые входили в красную зону. В больницах имеется более полутора тысяч коек. Вернулась в привычный режим работы вторая городская больница. Растет и количество желающих пройти тестирование на коронавирус. Эти показатели позволяют перейти на следующий этап снятия ограничений. Мы провели мониторинг по добровольному тестированию, и в частности во всех районах Чувашской республики. И вот на сегодняшний день, за неделю есть результаты, значит, проведено по желанию, то есть добровольное тестирование и составило 1689 человек. И из них, из этого количества, значит, положительный результат 34 человека. Совершенно правильно отметили о том, что имеется тенденция, значит, именно заболевших, приезжающих из других регионов, и в том числе из отдыха. К сожалению, значит, этот момент осложняется чем? Что зачастую те, кто особенно приезжающие с отдыха, они не обращаются за медицинской помощью, то есть либо лечатся в домашних условиях. Поэтому выявляемость данных пациентов пока на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Мобильные группы продолжают проверять соблюдение масочного режима в магазинах и на транспорте. Вице-премьер правительства Алла Салаева отметила, что активизировали работу министерства. По их замечаниям подготовили протоколы. Что касается администрации муниципальных районов, здесь бы я хотела обратить внимание на следующее, что всего составлено 163 протокола, 112 направлено в суд. И здесь хотелось бы отметить активную работу Урмарского района, Комсомольского, Алатарского и города Новочебоксарской, Канаж. В Урмарском районе уже назначено 7 административных штрафов на 7 тысяч рублей. Но работа фактически не проводилась, ну или вообще не проводилась в следующих районах. Это Вурнарский, Ибресинский, Канажский, Красночитайский, Ядренский, Яльчиковский и Янтиковский. Прокуратура и бизнес-обудсмен обратили внимание на то, что 5 месяцев не работают спа-салоны, бассейны, фитнес и торговые центры. Предприниматели несут серьезные финансовые потери. Страдает деловой климат. Что касается фитнес-индустрии, то люди, активно занимающиеся спортом, пропагандой здорового образа жизни, пока было лето, была возможность заниматься на свежем воздухе, сейчас погода уже меняется. Поэтому здесь определенные сложности возникают. Аренда дателя, которые предоставляют площади для работы этих предпринимателей, начинают уже требовать арендную плату. Люди не работают, платить нечем. Может быть, нам рассмотреть о каком-то поэтапном снижении. В проекте включили спа-салоны, массажные салоны, солярии, в том числе и иные услуги. Но пока закрытыми останутся крупные торговые центры. И это большой минус. К этому вопросу хотят вернуться на следующей неделе. Подтверждают полную готовность обеспечивать все меры безопасности, принять дополнительные меры, все какие необходимы. Только четыре крупных торговых центра по городу формируют около 10 тысяч рабочих мест. На совещании обсудили и вопросы организации образовательных процессов. Перед заселением в общежитие иногородние студенты должны будут сдать тест. Эту процедуру сделают обязательной и бесплатной. Министерство образования закупает для школ приборы обеззараживания, термометры и дозаторы для антисептиков. Ведутся консультации по составлению плавающего расписания перемен и посещения столовых в школах. Татьяна Молкова, Андрей Шоклев, Республика. Помочь фермерам и предпринимателям на селе призвана новая структура. Координационный совет по развитию инвестиционной и предпринимательской активности в защите прав предпринимателей в Чувашской республике. Указ о ее создании подписал в Рио главы Олег Николаев. Об этом он сообщил предпринимателям на встрече в Засурском лесничестве Ядренского района. Сейчас государственная программа развития фермерства выстроена в алгоритме социального лифта, когда начинающий фермер постепенно переходит в статус семейной фермы. Объединяясь с другими сельхозтоваропроизводителями, он становится участником сельхозкооперации. И это реальный шанс расширить рынок сбыта своей продукции и минимизировать производственные затраты. Если мы, как фермеры, хотим быть на плаву, развиваться, то, очевидно, мы с вами должны находиться в тренде новых веяний. Это, прежде всего, российский зеленый бренд. Это ориентация выпускаемой продукции на экспорт. Почему? Потому что, очевидно, если продукция востребована на экспорт, это значит продукция высокого качества. Второе. Продукция, которая идет на экспорт, максимально широко поддерживается со стороны государства, как на региональном, так и на федеральном уровне. Чтобы аграрный сектор развивался интенсивно, расширяются направления государственной поддержки. Ведется работа в нормативно-правовой сфере. Но существующие формы поддержки АПК, принятые на республиканском уровне, не догма, считает Олег Николаев. Правительство готово их адаптировать под потребности сельхозпроизводителей. Как сделать сельские территории по всей стране привлекательными и комфортными для молодежи, обсудили сегодня в Доме правительства в режиме ВКС. В совещании провел министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Рабочие места, доступное жилье, социальная и транспортная инфраструктура, современные площадки для отдыха. Это то, чем можно привлечь молодых людей в село. Непростые задачи для муниципальных органов власти, но вполне осуществимые. По программе комплексного развития сельских территорий в Чувашии в этом году предусмотрено 946 миллионов рублей. Но не все готовы участвовать в освоении федеральных средств. Ведь надо вовремя готовить проекты, проходить экспертизу, собирать окончательный пакет документов. Мы подали 18 заявок. Задача, к сожалению, не все районы предоставили экспертизу проектной стоимости объектов. До 1 сентября задача всем районам пройти экспертизу и предоставить дополнительные документы в министр хоз. Для того, чтобы все отобранные нами проекты могли участвовать в конкурсе. Стараются привлечь в село молодежь и другими мерами поддержки. Достаточно вспомнить льготную сельскую ипотеку. В этом году процентную ставку в республике снизили с 3% до 0,1%. Казалось бы, бери, не хочу. Но и тут появились проблемы. Федеральный бюджет возмещает 80%. Остальное регион с предприятием, с муниципалитетом. Кроме этого, есть хорошая программа. Много про него слышали. Льготная сельская ипотека. Это тоже входит в эту программу. Около 300 человек уже получили льготную сельскую ипотеку. Сумма больше, около 500 почти миллионов рублей. Задача в августе, в сентябре месяце еще выдать на такую же сумму. Поэтому здесь мы тоже сталкиваемся с проблемой людей, кому одобрили кредит много в республике, а купить жилья негде. Поэтому те районы, у кого было готовое жилье, они, конечно, оказались в выигрышном положении. Это Цивильский район, это Чебоксарский район, это Врунарский район и некоторые другие. А у некоторых просто купить нечего. Оттуда и как раз произойдет миграционный убыль населения с некоторых районов, молодежи. Сельские библиотеки приобретают новый вид, современный и интерактивный. Одну из первых обновилась библиотека в Большом Сундуре Маргаушского района. На ее модернизацию направили 5 миллионов рублей. Интерактивная доска. Если мы проводим и пишем здесь, например, тему какого-либо занятия, можно на телефоне прослеживать, что здесь на этой столе пишется. И даже если кто-то, например, опоздал на занятия какое-то, по дороге может тоже следить. Это не просто библиотека, а пространство для учебы и творчества. Три зоны. Интеллектуальная и информационная со скоростным интернетом. Плюс территория комфортного чтения. Она оформлена с местным колоритом. Большесундерская и Линская страна, она богатая и на природные богатства. У нас находится дуб старейшина, которому более 350 лет. И его тоже мы отразили в интеллект-центре. Также у нас на территории района имеется водопад, единственный у Чувашии, серебряный каскад. Его тоже как-то удалось нам его отразить. Новый облик библиотека приобрела благодаря национальному проекту «Культура». На ее модернизацию с федерального бюджета выделено 5 миллионов рублей. Эти средства позволили провести текущий ремонт, закупить современную мебель и оборудование, обновить книжный фонд. Помимо хорошей маршрутизации, возможности маршрутизации в этих объектах, есть еще достаточно хорошие возможности для развития разных поколений. И детей, и среднего, и старшего. Конечно, для себя отметила, что достаточно мало территории на чувашском языке. И, соответственно, достаточно скудное оформление на чувашском языке. Но эту ситуацию будем поправлять. Соответствующие рекомендации в ближайшее время будут обозначены во всем муниципалитетам. К новому учебному году образовательные организации района готовы. Об этом глава администрации сообщил во время встречи в Юнгинской школе. На это направлено 38 миллионов рублей. К тому же район получил три новых школьных автобуса. В селе Юнга активно развивается и предпринимательство. Местное предприятие выращивает грибы, вешенки и тополины и опята. Урожай получают круглый год. Руководитель региона отметил, что такие проекты правительство будет обязательно поддерживать. Ирина Волкова, Алексей Изотиков, Игорь Зверев, Республика. В июле акционерное общество «Промтрактор» побило рекорд. Благодаря федеральной и республиканской поддержке предприятие вышло на новый производственный рубеж и впервые за несколько лет собрало за июль 50 единиц техники. В их числе 35 машин промышленного назначения и 15 сельскохозяйственных тракторов. Запасных частей произведено на 72 миллиона рублей. Всего за 7 месяцев этого года выпущено 223 машины. Роль общественности в обеспечении прозрачности избирательных участков – тема номер один на выборах любого уровня. Об этом говорили за круглым столом в Общественной палате Республики. Работа во время голосования по поправкам в Конституцию страны дала наблюдателям хороший опыт. Взаимоотношения с участковыми и избирательными комиссиями, контроль за безопасностью, соблюдение законности – задачи стояли серьезные. Общественная палата считает, что в целом проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации прошло транспарентно, прозрачно, а самое главное – безопасно для граждан. Приобретенная практика ляжет востово общественного наблюдения и во время выборов на пост главы Чуваши. Также будут применены новые формы голосования. Это и программа «Мобильный избиратель», позволяющая проголосовать по месту нахождения без открепительных удостоверений, введение многодневного голосования в целях безопасности избирателей в условиях пандемии. Кроме того, расширена возможность голосования на дому. Я думаю, что соблюдая все эти необходимые нормы, проявляя гражданскую активность при голосовании, думая о будущем республики, ее развитии, об обновлении политической сферы, выборы в итоге пройдут четко, организованно и в правовом поле. Для того, чтобы обеспечить максимальное информирование избирателей, повысить открытость и прозрачность выборов, на одном из совещаний, где присутствовал в Рио угловой Чувашии, было озвучено предложение о создании объединенного информационного центра. Совместно с общественной палатой ЦИК Чувашии, возможно, и с Советом муниципальных образований нам организовать общий информационный центр, который будет сначала заниматься информированием избирателей предстоящих выборов, а непосредственно, когда начнется голосование, будет рассказывать о том, как проходит голосование, сколько людей проголосовало. В конце пригласит известных общественных деятелей к себе, кандидатов самих пригласит. И мы устроим в прямом эфире подведение итогов прошедших выборов. Инесса Потапова, Юрий Марков, Республика. Сегодня в Чувашии побывал вице-чемпион мира по шахматам, обладатель Кубка мира ФИДЭ, заслуженный мастер спорта России Сергей Корякин. В 12 лет он стал самым молодым гроссмейстером в истории, внесен в книгу рекордов Гиннеса. С ним встретился в Рио главы Чувашии Олег Николаев. По программе «Шахматы в школы» в Республике работают 67 образовательных учреждений. Многие ребята выбирают этот вид спорта, так как он развивает логическое мышление и помогает осваивать школьные предметы, отметил Олег Николаев. А недавно ребята из Чувашии на детском первенстве в Сочи заняли первое место. Мне очень приятно, что шахматы здесь на таком почетном уровне. Я со своей стороны готов открыть шахматную школу, способствовать развитию шахмат. И мне было бы интересно познакомиться и с молодым поколением, сыграть с ними, проверить, как они играют и посмотреть на объем работы, который будем с ними дальше выполнять. Давать советы начинающим шахматистам и курировать работу школы, которую назовут именем Сергея Корякина, гроссмейстер обещал лично. Шахматы – гимнастика для мозга. Именно так называют эту интеллектуальную игру. В Чувашском педоуниверситете открылась шахматная школа Сергея Корякина. Проект «Шахматы в школы» уже успешно работает в Чувашии. И сейчас перед федерацией стоит задача обеспечить учебные заведения квалифицированными специалистами. Таких будут готовить в Чувашском госпедоуниверситете. Сергей Александрович заинтересован молодежью, детям, которые действительно любят шахматы. Шахматы их хочет поддержать. Но кто может поддержать больше, ближе ребенка, чем учитель? И то, что в школах водится сегодняшний предмет шахматы, это, конечно, говорит о том, что педоуниверситет не может оставаться в стороне. Эту школу смогут посещать и дети, и взрослые. И здесь не важен уровень знаний. Всех научат. Ведь шахматами можно заниматься в любом возрасте. Главное – знать, с какой целью ты приходишь – побеждать или развить свои навыки. Ориентир, конечно, прежде всего на студентов этого университета. Потому что это будущие педагоги. И умение играть в шахматы – это, конечно, и логика, и просчет ходов. А это необходимо в нашей жизни. Ощущается нехватка именно педагогов-шахматистов в начальных классах. Мы пытаемся с помощью этой школы в целом провести работу. Подобная школа уже есть во многих регионах России. И одна из первых открылась в Крыму, на родине гроссмейстера. Сергей Коряйкин говорит, что с удовольствием откликнулся на предложение педагогического вуза республики. Я слышал много хорошего, хоть и вашей, в шахматах. Ну, не только в шахматах, но я все говорю про шахматы. Я слышал, что в регионе действует самая большая по России сеть шахмат в школе. Более 60 школ, в которых преподают шахматы. Очень много сильных тренеров, много сильных детей. И когда ко мне поступило такое предложение от ректора института Владимира Николаевича, я с радостью его воспринял, потому что это возможность для меня поддержать шахматный край и по возможности воспитать здесь какого-то молодого чемпиона. Сергей Коряйкин наградил победителей турнира, посвященного Дню города. И пообещал сразиться с лучшими шахматистами Чувашии уже на других чемпионатах. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Юрий Марков, Республика. Учитель года и воспитатель года. Эти престижные конкурсы объединяют лучших специалистов в области образования. Проводят их ежегодно. В этом году победителями стали столичные педагоги. Марина Васильева работает в детском саду «Кораблик». Четыре года назад она уже участвовала в подобных соревнованиях, но до финала ей дойти так и не удалось. Нынешний проект юной финансисты принес ей победу. В 21 веке мы отходим все от стандартного понимания деньги, купюры. Все уже пользуются карточками, которые просто прикладываются, либо заводят их в телефон. И я увидела, что дети в целом не знают, что такое деньги. Это стало интересным, как можно донести до ребенка эту суть, то есть как это сделать, чтобы ребенок прям вот сам захотел это узнать. Просветительские материалы для маленьких пришлись как нельзя кстати. Увлекательные игры, максимально приближенные к реальности. Настоящие деньги, копилки, карточки. Ребята с удовольствием осваивают денежную науку. Александр Григорьев стал учителем года. Он историк. На самом первом заочном туре представил проект, знакомящий с улицами столицы. На этой основе Александр разработал целый экскурсионный маршрут и планирует развивать его дальше. Изначально это были улицы нашего микрорайона, памятные места микрорайона, то есть вокруг школы ближайшие дети даже рисовали маршруты там от дома до школы, такой маршрут безопасности. И потом уже мы перешли на улицы нашего города. Финал всероссийского конкурса «Учитель года» пройдет в Москве и Волгограде, а «Воспитатель года» в Перми. Как признаются сами участники, волнения присутствуют, но они уверены, что представят родную республику достойно. Алина Хабибулина, Игорь Зверев, «Республика». В Чебоксарах подвели итоги первого этапа всероссийского творческого конкурса среди мастеров народных промыслов. Организаторы посвятили его 100-летию чувашской автономии. Творческое состязание проходит при поддержке Минэкономразвития Чувашии, Республиканского бизнес-инкубатора, Торгово-промышленной палаты и Гильдии ремесленников Чувашии. Прикоснуться к истокам творчества отправилась и наша съемочная группа. Вот уже два десятка лет, как Зоя Игнатьева увлеклась керамикой. Куклы, колокольчики, свистульки, гончарный круг и печь мастерицы увидели многое. Тарелки – недавнее увлечение мастера. Идея родилась во сне. И многое кончается, и малое хватает. Главное, чтобы жить в дружбе. Такая вот поговорка есть. Я вот сейчас делаю тарелки именно с пословицами и поговорками чувашского народа. Хочется, чтобы наш народ их помнил, и знал, и развивал. Свой язык закрепляю не только на словах, но и даже на своих тарелках. Посуда проходит двойной отжиг. А значит, ей не страшно ни жар, ни холод. Достойно выдержали они и конкурс. Новый взгляд на образы кукол у Надежды Николаевой. Куклы сами куколики, да? Ну, они, смотрите, они похожи на меня почти все. Очень люблю делать авторские куклы. Ну, называю их чувашки, ну, тяжкие. Чтобы были задорные, жизнерадостные. Ну, и отразить в костюме наш местный колорит. Всего же творческом состязании приняли участие 100 человек. Они представили более 600 работ в самых разных жанрах. Специалисты отмечают, что с каждым годом мастерство совершенствуется. Народная культура – это всегда традиции, это всегда соответствие материала, техники и вида искусства. вот это всегда, как бы сказать, качество работы, ручного характера работы. Вот такие критерии перед нами всегда стоят. Поддержка национального искусства во всех его проявлениях – одна из целей конкурса. Нет глубоких корней в дереве, не будет плодов. Когда есть поддержка на уровне руководителей, региона или государства, тогда может быть действительно плодотворное сотрудничество. И можно достойно представлять свое искусство, и развиваться, и думать о перспективах, и думать о том, как вписаться со своими национальными чертами именно в современную жизнь. А вот этот баланс – это самое главное. Гильдия ремесленников в этом году исполняется 18 лет. Все эти годы мастера улавливали потребности времени, осваивали новые технологии, не забывая о традициях прошлого. Народно-художественном промысле это как раз то направление, которое максимально передает глубины и палитру культуры, традиций нашего чувашского народа. И, конечно же, когда соприкасаешься с этим искусством, невольно затрагиваются где-то глубинные струны души, возможно, где-то даже и не осознавая, они вызывают некое внутреннее волнение и переживание. Второй этап всероссийского творческого конкурса среди мастеров народных промыслов пройдет 17 августа по 7 сентября. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Это были главные новости пятницы. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова